Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, сколько стоят футболки, кофты Michael Kors, Tommy Hilfiger здесь в США, потому что тебя это реально удивит. Также здесь будет в конце ролика обзор, мини такой обзор, чисто частично покажу вам пожарную тачку в США, которая ездит. Вы удивитесь, но они здесь вообще просто бомбезные. Все, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарий и пиши мне в инстаграм, если хочешь, фолловься там, я со всеми общаюсь, всем отвечаю. Все, всех люблю и всем хорошего просмотра. Все. И еще, ребятки, если хотите два видео в неделю, пожалуйста, поставьте здесь лайкосы и что-нибудь напишите в комментариях, неважно что, просто напиши. Просто черкани что-нибудь там. Привет, как дела? Хочу в США. Не знаю, расскажи про Wildberries, что у тебя с ним. Просто что-нибудь черканите в комментариях, поставьте лайк этому видео, это поможет мне в продвижении и в росте, потому что, ну, я хочу, чтобы мой канал рос, как нормальный, здравый человек, который делает контент на YouTube. Все. Всем хорошего просмотра, всех обнял. Друзья, вот наступило утро, мы сейчас находимся в LA, ко мне приехал мой знакомый, он же меня нашел на YouTube, подписчик. И причем я вам очень-очень благодарен. От души это говорю. Вот, сегодня я вам хочу показать, я не знаю, мы сейчас пройдемся по Маршалу, давайте посмотрим, что там по ценам. Sorry, мам. Сейчас пройдемся по Маршалу, посмотрим, что там по ценам, чтобы вы понимали. Вот здесь можно купить брендовые вещи за очень дешевые деньги. Ну вот, сейчас мы быстренько пройдем. Короче, мы принарядились чуть-чуть. Давайте здесь вот такой большой, то что магазин. Я не знаю, надо к мужскому отделу, наверное, посмотреть. Так, интимная гигиена, бьюти, короче. Так, чтобы вы понимали, вот, например, 16 долларов из какой фирмы, то что 16, 19, telling clients, jeans, вот 19 баксов просто. Ну, здесь все в таких дешевых-дешевых ценах. Прям вообще все относительно. Вот. Где мужской отдел, я бы себе что-нибудь... А, вот, кстати, например, балахончики. Блин, кстати, носа, ничего такой. Это даже М-ка. Блин, и почем он такой? Ну вот, такой будет стоить... Не знаю. Посмотрим. И сколько это цена-цена? Не знаю, нету ценников, наверное, бесплатно. Ну, примерно он стоит, ну, так же 16. В общем... Нормально, да, такой? Да, по идее. Сколько она стоит, например? Я не знаю, на долларов 16, наверное, стоит. Так. Здесь все очень-очень дешево. Вот, например, шортики. Я не знаю, ну, кстати, это вообще на кого шорта? На 4 XL, смотрите. Вообще крутой цвет. Вот. 9 долларов. Ну, типа, от 8 долларов и повыше. Вот. Например, Майкл Корс. Сколько вот вы думаете, напишите в комментариях, стоит у нас вот такая штука. Вот. Этот бренд. Например, вот такой свитшот. Это уже принарядился. Уважаемые Лешины подписчики, скажите, что, как оно вообще? Нормально. Так-то прикольная вещь вообще, мне понравилась. Походу, я куплю. Вот. Короче, 25 баксов. Это сколько? Полторы тысячи рублей. Окей, вот. У нас за полторы тысячи рублей вот такой не найдешь, по-моему. Ну, прям вообще очень и качественно, и прям реально очень классно. Очень хорошо. Мне нравится безумно, на самом деле. Ковен Кляйн тоже 25 баксов. Ну, где вы в России Ковен Кляйн настоящий купите за 25 баксов? Откуда вообще тут вещи, то, что появляются? Например, что-то очень долго не покупают. Вот. И они сдают в такие магазины, как Росс, Маршал и тому подобное. Ну, вот. Ну, просто они сдают остатки, но, вот. Наверное, эти магазины у них там как-то выкупают, прям вообще по дешевке. Вот. Блин, теннисные ракетки. Кстати, прикольные такие. Ну, это как сувенир вообще, по-моему, классная тема, если кто в настольный теннис играет. Мужской набор, чехлы, шапочки. Я не знаю. Блин, Ковен Кляйн вообще. Мне, кстати, зашел и Майкл Корс. Я очень люблю Майкл Корс. Корс. Да, Макса Коржа тоже люблю. Ковен Кляйн, Майкл Корс. Да, очень люблю. Ты что, будешь брать? Ну, она крутая такая, ну. Ну, не, она вообще. Она вообще и материал прикольный, все, знаешь. Прям заходит. Где-то за 16, да, 20, ну, сколько, не знаю, 20 купишь. Ну, у нас в России. Я пробаху, сколько она стоит. Да. Ты знаешь, да, как им говорить? Он просто по-английски не говорит и надо им полагать. Заучусь английскому и, кстати, буду в этом прогрессировать. Нормально, челябинский парень, короче, вообще. Это как челябинские пацаны, настолько суровы, ну, вот, что это. Пошел один, один, представляете, один пошел. Вот. Что вам тут подсказать? Кобеля, не знаю, но тут есть все, здесь, все, что по остаткам. Ну, вот. Все, что по остаткам есть, ну, там, дальше, ну, я не знаю, ну, вот женская. Вот. Короче, дешевый магазин, я хотел такой быстрый обзорчик, ну, вот, на самом деле. Вот. Женский, вот. Кальвин Кляйн тоже. Джинс. Ну, джинс, конечно, они дешевле, чем обычные, тоже 20 долларов. Вот, тапочки, кроссовки. Давайте, давайте кросс еще посмотрим быстрее. Так, мужские. Мне вообще... Блин, вот эти прикольные. 25 долларов. Это что у нас за фирма? Это Levi's. Блин, вот Levi's, 20 долларов. Это все оригинал, ребят, это не китайское дерьмо, это не китайская никакая подделка, это все оригинал, на самом деле. Вот. Блин, ну, такие тоже прикольненькие. Сколько? 30 баксов. Еще. Рюкзачки. Велосипеды даже продаются. Сколько? 124,99. Плюс еще такс, налоги сюда не включены, но это, там, ну, около 10%. Короче, как-то, как-то, Джордан. Ну, Джордан, я знаю, фирма, это вообще, это очень недорогая. 24 бакс. Вот. И такие магазины, как Marshall, Ross, они прям... Туда остатки, все бренды просто спихивают. Вот. И, как бы... Ну, я не знаю, но сами видите, то, что это все дешево. Кто-то зашел, купил, поэтому у американцев очень много еды. Ой, еды, хотел сказать. Просто что-то утром не позавтракал. Очень много одежды дома, ну, вот. И прям вообще, и они особо не следят за брендом. Ну, что здесь еще? Ну, не знаю. В LA все в масках. Я не знаю, почему я был в других штатах, там не нужна никакая маска, ничего такое. Вот. Где я своего челябинского друга потерял? Где Руслан? Вот. Он прилетел только три дня назад, мы ему быстро сделали права. Вот. И, ну, короче, помог, потому что пригласил, позвал. Здесь есть возможность подзаработать. Вот. У него виза была, и он прилетел. Вот. Блин, я обожаю. Кто знает, что за марка, напиши в комментариях. Это Томми Хилфигер. Я обожаю это. Томми Хилфигер, а Майкл Корс. И вот это все вообще, это мои фавориты в плане оденки. Я очень-очень люблю на самом деле. Потому что, блин, ну, посмотрите, где он тут. Вот даже вот это беленькое. Блин, 15 баксов, тысячу рублей за Томми Хилфигер, за оригинал отдать. Это прям вообще нормально. Короче, все, я его потерял. Сейчас найду, дальше запишу. Ну, такие ценники, здесь особо недорого. Но здесь что-то маленький такой магазин, бывает, где ассортимента чуть-чуть побольше. Вот. Как-то, как-то все так. Где он вообще? Я его потерял. Все. А, 19. Да ладно, это полторы тысячи. Короче, размер. Размер не важен, когда отважен. Мне кажется, что я утопать не немножко буду. Да ладно, мы еще потом заедем в миллион магазинов. Так что я сейчас ничего не покупаю. Потом это довезу. Но она, огонек, так-то мне нравится. Да, мне тоже нравится такая. Я такую куртку хотел тогда в этом. В Заре или где-то в полнбире. Ну, еще посмотрим. Да, с первого раза не надо. Ладно, что, помчали в Home Depot покупать эту фигню. Ну, потом, я думаю, заедем, короче, и просто что-нибудь возьмем. Это прикольный магазин, джинсики, все-все-все. Еще есть магазин РОС, там такие же, короче, так же все по ценам. Вот. И, короче, в РОСе там так же, короче, все дешево. Там еще есть часы, еще есть сумок, там, короче, еще больше всего. Маршал, он такой, это как РОС на минималках. Мы потом туда сходим. Так, где у нас какой-то? Понятно. Короче, вот в таких магазах, ну, вот как эти, люди в основном, ну, обычные среднестатистические американцы и покупают себе вообще все. Вот. Поэтому... Ну, блин, я сниму эту маску. Поэтому у них дохерищи вещей, но... Которых вещей они не ходят, они сдают в приюты, в детдома, во всю вот эту всю историю, пожертвования, благотворительность, все такое. Вот. Здесь США очень развит. Это большой-большой-большой комплекс. Здесь есть банк, есть где покушать, есть где купить технику, есть где купить одежду. Это как бы а-ля такой мол одноэтажный. Вот. Ну, на самом деле, очень круто. Вот. Все, ладно, мы помчались сейчас делать дела. Я думаю, в ближайших видео я про это расскажу. Вот. Ну, такой мини-обзорчик. Че, по ценам где, как, что? Ну, сами видели, потому что... Ну, это недорого, согласитесь. Ну, вот. За Майкл Корс полторы-две тысячи рублей, или за футболку Томми Хилфигер косарь. Ну, че это? Это вообще, это даром, по-моему. Вот. Все. Всех обнял, приподнял. Все. До следующего. На футболку он ушел, там, не гёст, не гёст. Она реально стоила, серьезно, 25, 35 изначально, перечеркнуто, 25. Сегодня она зачеркнуто 10 баксов всего. То есть... Ну, да, такое бывает на клиренс, короче. Купить, ну, вполне реально получается. Кстати, насчет пожарной машины. Это вообще... Просто пожарная тачка. Yeah. Nice car. Have a nice day. Это вообще, это топ, топ просто пожарная машина. Вот. Вот. Он пошел, турист с ними фотографироваться. Я здесь уже был много-много раз. Вот. Здесь мне это уже не удивить. А, вот и Рос, про который я говорил. Сейчас я вам покажу. Ну, внутрь уже заходить не будем. Там чуть-чуть побольше выбора. Там чуть-чуть побольше выбора и... Все. Ладно, короче, мы помчали по делам. Я не хочу это видео делать долгим. Ну, вот. Скоро следующее видео. Хочу по два видео в неделю запускать. Ну, вот. Если ты за, то это... Все. Всех обнял, приподнял. Всех люблю, целую. Подписывайтесь на Инстаграм. И... Не знаю. Пишите. Пообщаемся. Все. Всем пока.